Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошёлся по батарейной палубе и был поражён зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них всё ещё тлеет. Чёрт! И здесь же рядом две бочки с порохом. Стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвались. Мы их уберём подальше. Что до пушек, их щита и нет вообще. Жерла нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своём оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии. На рейс! Спустите ползать! Ну что же, я загляну, пожалуй, в каюту капитана, друзья. Нужно посмотреть. Так, а каюта у нас, смотрите-ка, недоступна. Ого! Ну ничего себе. Ну ладно, в любом случае. Посмотрим сейчас улучшения галки, какие у нас доступны будут. Поглядим. Но, видите, пока нужно двигаться по сюжету дальше, чтобы разблокировать это улучшение. Так что скоро всё будет доступно в магазине. То есть, видимо, в лавке на берегу мы с вами можем эти улучшения заказать. То же самое по тяжёлым ядрам. В принципе, денег достаточно, поэтому сможем себе это позволить. А что касается ремесла, давайте поглядим. Тут шкур пока у нас тоже никаких не прибавилось. Улучшений Эдварда. Вот одежда, можно посмотреть. Бурый плащ, плащ пирата. Ну, это, кстати, плащ пирата. Ну, шесть тысяч они хотят, чёрт подери. Алый плащ, костюм приватира, капитана пиратов, торговца, политика даже. Ну, так вот. Ну, ладно, плывём тогда. А мы с вами до нужной точки. Так, прошу прощения. Смотрите, я что-то обнаружил здесь. Значит, говорят, что воевать нам не стоит. А если попробовать? Украсть, ограбить. Ограбил океан. Похоже, кстати, там ещё был утопающий, а мы его не спасли. Предпочли... Его жизни, вот этот лут. Ну, может быть, его кто-то другой... А, вот он, вот он, вот он. Нет, всё-таки спасём его. Да, нужно его подобрать. Посмотрим, что произойдёт. Спас. Может быть, на этот островок забраться? Ну, небольшой. Так, тормозим. Сейчас поближе попробую подойти к нему. Ну, вот, видимо, можно плыть по тем областям, которые не сверху. То есть, не совсем мелководье. Поэтому здесь я отхожу от штурвала. Далековато, конечно, наверное, но... Уж лучше, чем ничего. Обратно таким же способом придётся. Добираться тоже, плыть. Кстати, помните, что-то там говорилось про крокодилов? Вот, мне кажется, здесь как раз подходящая местность. Для того, чтобы... Ну, не здесь непосредственно, в море. А вот именно я имею в виду карибы. Какие-нибудь здоровые. Не знаю, может быть, аллигаторы. Так, и забрать вот этот фрагмент. Но это он как-то очень уж... Так, прошу прощения, это что такое было? Ну-ка, прыжочек. Нет, да? Хорошо. Устроился фрагмент у нас. Так. Ну, выше-то я не смогу подняться. В любом случае. Ну так... Всё, забрал. Что мы с вами имеем ещё здесь? Можно ли прямо отсюда забрать? Да, можно просто открыть. Три металла. Три единицы металла получил. Ну и всё, убираемся с этого небольшого островка. И плывём дальше. У нас на доцеле там ещё километр целый плыть. Требуется попасть на остров Абако. Капитан. Абако. Капитан. Капитан. может попробовать жахнуть одну одежда все равно у нас такие первого уровня совсем простейшие ну давайте давайте рискну одни водички будут за мной наверное охотятся так что у нас здесь шкуны 4 уровень шкуна есть еще кто-нибудь это у нас тоже шкуна везде шкуны так это у нас сейчас выстрел ниппелями да будет попал попал нифига себе с одного попадания рассыпается вообще-то это было право тоже смотрите путаются так смотрим что у нас тут ой-ой-ой это уже восьмой уровень плохо поэтому я наверное их трогать пока не буду друзья плывем по ветру а нет нужно еще захватить кое-какой груз тут у нас в свободном плавании находится там уже закрытая зона туда нельзя ну ладно видите как это изображается забираем сейчас эту посылочку и разворачиваемся тут даже по моему пришвартоваться негде на этом острове а пока пусть нам пояснят для чего мы туда должны отправиться став квартер мейстером одевали первым делом предложил эдварду сходить на охоту а отметить таким образом так притормаживаем ай-яй-яй а где сам одевали тихо 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 охота и ремесла ну понятное дело что мы можем охотиться на животных сняв с них шкуру и тем самым получив охотничий трофей с их помощью можно изготавливать новые вещи улучшения для эдварда чтобы выследить зверей можно пользоваться орлиным зрением и в меню ремесел можно попасть из меню паузы и так доп задание подстрелить и игуану и убить а целота воздухе ну что давайте сейчас тогда заберемся на дерево будем поджидать с вами оцелота так если я заберусь вот сюда на это например так вот в воздухе это испытание а что касается до до болтных задач тоже тоже все правильно так давайте еще следующего тогда сразу с вами убьем я буду пожалуй пользоваться пистолетом так будет судя по всему быстрее а нет смотрите здесь нужно прицеливаться хотя нет почему-то как-то он вроде и сам прицеливается а потом цель у нас сбивается это у нас второй отцеллот и подстрелить игуану насколько я помню тоже подобное задание есть лодка а это вот как раз способ быстро вернуться на корабль давайте мы с вами таком случае отправимся к точке обзора так хотя стоп перед тем как отправимся на точку обзора нужно нам забрать вот этот фрагментик и для этого скорее всего именно на это дерево нужно взбираться отлично да а здесь на этом острове абака 3 фрагмента я кстати предлагаю полностью остров исследовать потому что за полное исследование если не ошибаюсь дадут достижения так а как же прыжок веры блин почему так так поехали сундук забираем его содержимое о да следующий фрагмент кстати вы слышали это был странный звук похоже даже на какое-то животное и может быть даже очень опасная так можешь забраться сюда нет не может но есть нет казалось что дерево по соседству нас имеется так блин а как туда забраться все понятно вот поэтому как раз наклоненному в его сторону другому дереву освежевать а во-во-во-во смотрите он кто пробежал здесь или показалось очень используем орли на зрение чтобы выслеживать животных вон я уже вижу но нет это не совсем то что нам надо так перезаряжайся сейчас будем стрелять далековато конечно даже не испугался не испугался будет стрела так следующий фрагмент тоже думаю что для начала следует вот на это поваленное дерево забраться а там уже виднее будет так смотрим о нифига себе тут тоже придется попотеть уже вечереет к сожалению черт я же не на то не на то дерево запрыгнул жаль а там совсем чуть-чуть требовалось не получается да так надо подумать а вот ветка есть за нее наверное и схватимся так обратно пожалуйста эдуард на камень яс ну и здесь прыжок веры будет будет не будет да как то странно он себя ведет если честно ну я в том смысле что сразу не получается прыгнуть видите в том направлении где находится вот этот фрагмент так что надо попать сейчас я вот него смотрю а все 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 понятно понятно почему не получилось потому что сожрать хотел подбежал так еще разочек казалось бы да какой-то обычный фрагментик небольшой а сколько геморроя так но сейчас давай развернись туда да твою ты дивизию нет я его достану я его достану потому что он третий как раз давите уже даже эдвард недоволен все получилось даже несмотря на то что стик отклоняется в ту сторону почему-то он прыгал немного левее дальше смотрим что у нас из достопримечательностей на острове еще есть вот где у нас обитают игуаны поэтому отправляемся сейчас с вами туда так скажите я чё-то не вижу маркер где он блин чё за бред это жесть какая-то маркера нет на этой карте бегу так посмотрим и где же у нас сокровища так бы всегда поглядим не этот ли это остров 749 625 сейчас поглядим так смотрим пока координаты что у нас не отражается вообще никак ну да координат пока не видно никаких ладненько и очередная бутылка с запиской питер бэкфорд стоит пожалуй упомянуть кое-что и о моем нанимателе ибо это благодаря его положению и знакомствам я ввязался в очень мутные дела питер бэкфорд был человеком великого обаяния и большой гордости на майку он приехал в 1662 году и всего за 10 лет сумел обзавестись солидным участком земли каковой без промедления пустил под тростниковый поля когда я начал служить у него он был как сам любил приговаривать крупнейшим мере частным землевладельцем а в щедрости мог сравниться разве что с королями и императорами тоже относилось и к числу рабов на майку он прибыл всего с тремя теперь ему принадлежало их целых три сотни мистер бэкфорд был дельцом ушлым и беспощадным а нрав его можно уподобить буйному циклону гнев ярость и злого быстро охватывали его коли спор не удавалось разрешить его пользу без промедления впрочем ко мне он был добр так что о лучшем хозяине я не мог и мечтать но сии я отношу за счет моего положения мистер бэкфорд придерживался традиции уважал чужое происхождение и воспитание поначалу он и вовсе был губернатор мосрова де-факто и хотя к моему прибытию от политики уже отошел по-прежнему сохранял манеры человека рожденного чтобы вести за собой других свои политические знакомства мистер бэкфорд ценил не меньше чем свой сахар и деньги каковы и выручал за свой товар из-за сих его знакомств я и повстречал после прибытия к нам испанцев человек который скоро изменил мою жизнь худшему звали всего молодого человека лауриана торрес знакомый имя правда друзья так все тут видите все что можно мы здесь собрали но осталось только убить и снять шкуру с игуа так плюс ее там еще подстрелить надо ой-ой-ой смотри сколько тут много а летают то как блях ты мух не разбегайтесь не разбегайтесь сейчас будет у меня второй выстрел блин теперь я понимаю почему удобно заданием было именно подстрелить потому что это не так уж и просто а ну-ка ес далеко не убежал так что две рядышком лежат и мы сейчас с вами наше задание закончим итак готова изготовить теперь нужно новую кобуру и предмет улучшающий здоровье поэтому направляемся в ремесла кобура да делается теперь можно будет носить еще один пистолет и осталось улучшить здоровье на 25 процентов замечательно что тут шкура оленя а для кобуры горбатый кит здесь шкура ягуара блин ну на ягуара я без без пистолета точно не пойду может быть подстрелить вот эту штуковину выручим деньги так еще 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 как раз двоих сейчас и освежу ем итак смотрим ну все что можно было найти мы здесь нашли ой 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 а ну это оцеллоты у нас так то все можно отправляться на корабль тогда больше сундуков у нас нет сейчас забежим до лодки и быстро переместимся на наше судно и и и капитан все нашел моим исканием нет предела друг но я смастерил себе кобуру теперь мне нужен для нее пистолет вот из трюма как ты сказал чуть больше трубки но сойдет ну мы отдохнули или же постоим еще поднимем якорь команде не терпится попасть в цивилизацию в носау нет цивилизации зато там можно повеселиться задание выполнено и снова на сто процентов серии выстрелов это нам подсказывает как уже сразу двумя пистолетами пользоваться несколько раз для серии по выделенным целям но такая стрельба наносит противникам меньше урона но позволяет прервать их оттенок атаке хорошо буду иметь ввиду прям так и хочется сейчас с борта знаете высадить несколько ядер так секунду не 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 отворачиваем и плывем на наше задание смотрим где оно вообще находится у нас ну далековато будет гляньте семь точек ну тут что-то будет у нас очень большое ну по почте ой 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 стоим надежно блин так что здесь не вышло и вышло и не вышло они открылись удар серий на скорости так побыстрее 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 надо можно подорваться блин садите ка про воина можно кстати на абордаж взять корабль давайте-ка возьмем отдать так тем промахнулись а сейчас и я всажу в ответочку так что второй корабль тоже подбили ну да получает он урон так очень хорошо на самом деле так замедляемся и желательно конечно так же бортом к нему пристыковаться абордаж и выстрелим сейчас туда в них ох одного снял хотя я там в кучу выстрелил по идее побольше должен был задеть так это капитан у нас есть четыре и по-моему на пятый выстрел у меня тоже есть эх задел но он не померк вот и все часть команды мы с вами убили поэтому остальные сдаются ну и соответственно мы получаем в качестве награды пленных если они нам нужны и ресурсы ром сахар и один член экипажа ну и да требуется нам починить галку если продать ром и сахар капитану порта либо у себя в каюте капитана то можно получить еще тысячу реалов то есть что у меня каюта капитана все таки доступна надо проверить в таком случае потому что в прошлый раз она не была активна можно еще наоборот о давайте тогда сразу сейчас просто подплываем берем древесину с чем столкнемся если корабль уже потоплен то есть здесь выбор можно взять на абордаж а можно просто его вот так вот добить но в таком случае мы наполовину меньше ресурсов получаем сейчас дайте я спасу утопающего как-то мне почему-то их жалко пусть будет членом нашей команды будет драйд нет с разбившегося корабля поэтому это никакие не солдаты ну что же как я и говорил сейчас проверим ну каюты 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 нет нельзя нельзя пока что туда зайти но зачем тогда советовать правильно если эта возможность нам недоступна пока что но я думаю что это знаете как и с улучшениями для корабля то есть по сюжету мы с вами сейчас должны будем продвинуться так вот здесь нужно будет пришвартоваться окей а нет оказывается наверное проплыть дальше надо ну видите как расстояние не показывается нам и мы плывем на сау да поэтому соглашаемся на перемещение тоже будет уже какая-то другая у нас зона большая видимо скоро можно будет также открыть быстрое перемещение по морю мы с вами уже видели буйок давай капитан вонючка скажи что я арестован ну скажи твои братья давай давай беги птина беги к хозяину да мы все были приватирами пока шла война до встречи там у нас и вот 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 вот